Когда руководитель свихнулся, это расстраивает людей. Ну, потому что в русскоязычной культуре принято общаться по-другому. Руководить рабочими на заводе, руководить дизайнерами в дизайнерском бюро – это разные вещи. Я думаю, что ущерб, который этим будет нанесен, намного больше, чем потенциальный ущерб от того, чтобы перегнуть палку. Есть момент, на который тебе стоило бы обратить внимание. Как вы считаете, нужно ли руководителю периодически повышать голос на своих подчиненных? Если по-другому, правда. Правда, вот честно, никак не понимает. Руковожу рабочими на заводе. Смотрите, когда мы с вами говорим о повышении голоса, обычно здесь есть два аспекта. Они два совершенно разных. Первый аспект следующий. Коммуникативная культура – это, по сути, какое-то некое согласие, которое существует среди людей в определенном обществе и так далее. И это то, как они общаются. Если американец, например, слышит, как разговаривает два закадычных русских друга, горячо обсуждая какую-нибудь тему, которая их волнует и так далее, я вам гарантирую, они будут считать, что сейчас без поножовщины вообще не обойдется. Вот сейчас они вытащат кольты и начнут друг друга палить. Почему? Ну, потому что в русскоязычной культуре принято общаться по-другому. Ну, во-первых, сам язык звучит гораздо менее мягко. Он звучит жестче, ярче. Во-вторых, само по себе общение намного более прямое, без реверансов и так далее. Поэтому, когда американец слышит, как общаются два русских друга закадычных, конечно, у него возникает ощущение, что они сейчас поубивают друг друга полностью. И все такое. Смотрите, они не к тому, что что-то хорошо, а что плохо. Важно просто, когда живешь в многокультурной, многоязычной среде, важно переключаться с одного языка на другой. И когда я говорю язык, я говорю не только язык, а я говорю, а также коммуникативная культура. Потому что, например, если ты хочешь покритиковать русского сотрудника, то ты говоришь, Петя, посмотри, какую гадость ты сделал. Это никуда не годится. Тебе нужно это обязательно исправить. И иначе мы не сможем сотрудничать. И это такая вполне нормальная, можно сказать, форма. Она не вызывает... Что значит нормальная? Это не значит, что до Пети это не дойдет совершенно. Но это значит, что она не вызывает у Пети ощущение, что об него вытерли ноги, что его размазали, что его собираются убители, что руководитель, он просто сволочь какая-то. Нет. Но если таким же образом сказать что-нибудь, То есть, если вы скажете то же самое, но вы скажете американцу, то он будет просто в шоке. Почему? Потому что культура совершенно другая. Чтобы ту же самую идею донести американцу, вам нужно сказать что-то вроде «Ты знаешь, ты большой молодец, и мне супер нравятся крутые твои результаты, и все прекрасно, и так далее». Есть момент, на который тебе стоило бы обратить внимание. И вы понимаете, что по культурному значению, по чувствительности, по восприятию, это было бы тем же самым. Это было бы то же самое, что русскому сказать. Петя, то, что ты сделал, никуда не годится. Никуда не годится. Отвратительно этот результат ни на что не подходит. Вот это то же самое. Если вы это не принимаете в расчет, ну что ж, вас ждут большие приключения. Большие приключения. То есть, грубо говоря, если человек с американской культурой коммуникативной приедет, даже зная безупречно русский язык, начнет общаться с русскими как с американцами, они подумают, что он просто слюнтяй. Понимаете? Нам прислали какого-то слюнтяя, который он даже выразить ничего не может нормально. Улыбается придурок и ничего толкового не говорит. А если русский человек приедет, не дай бог, попытается быть руководителем со своей коммуникативной культурой в Соединенных Штатах, ну просто, ну, его он будет изгнан примерно на следующий день, потому что он просто сумасшедший. Ну он просто это как бы отбитый какой-то парень. То есть, он очень грубый, он пытается всех уничтожить и так далее. Это вот тоже такая коммуникативная культура. Теперь возвращаясь к вопросу Константина. В рамках одной культуры, одного языка – Одесса. Ну, конечно, Одесса – это не один язык, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Одесса – это украинский, русский, это суржик и так далее. Это одесский язык. Но, тем не менее, в рамках все-таки вот этого языка, я думаю, что у нас есть разные коммуникативные культуры. И есть культура, свойственная рабочим завода, и есть культура, свойственная, не знаю, дизайнерскому бюро или стартапу, где все начинают утро со смузи и все такое. Я думаю, что это разные коммуникативные культуры. Я просто к чему это все рассказывал? Я вам показал довольно экстремальный пример, потому что, например, культура управления, управленческая культура Америки, она колоссально отличается от управленческой культуры русскоговорящего мира и вайс-верси, и наоборот. Но что касается даже одной страны, эта культура сильно отличается. Руководить рабочими на заводе, руководить дизайнерами в дизайнерском бюро – это разные вещи. И рабочим действительно, вот мое наблюдение такое, чем ближе люди к твердым предметам, тем более прямое и настойчивое общение должно быть. Потому что когда люди привыкают работать с твердыми предметами, они реально, вот, они воспринимают твердость и силу как нечто стабильное. Какие-то реверансы по принципу… Вы знаете, мне кажется, мы могли бы замозгоштурмить эту идею и найти какой-то более рациональный или эффективный способ, как реализовать ее. Они, скорее всего, скажут, что это было? Здесь поезд проехал, то есть какой-то шум раздался. Из того, что он сказал, я не понял ни одного слова. И это не только про слова, хотя слова имеют тоже значение. Это также про то, как выражаются эти идеи. Поэтому, Константин, если в коммуникативной культуре рабочих завода нормальным является, если они профокапили, что они ожидают, что придет… Вы понимаете, какая штука происходит? Рабочие профокапили, то есть они сделали какую-то ошибку. И вы же поймите, они же нормальные ребята, они классные. Они рабочие, но они классные. Они любят свое дело. И они прекрасно, они лучше вас знают, на самом деле, где они налажали, вы не знаете, они знают. И поэтому, когда приходит руководитель и видит их ужасный результат, они ожидают, что он сделает оценку этого результата. Я вам скажу больше. Если он ее не сделает, они подумают, что он придурок, он ничего не понимает, он ничего не видит или просто слюнтяй. И ему моментально трудно будет руководить этими ребятами. Поэтому вы это знаете. То есть вы, если у вас есть опыт работы с такими ребятами, то вы это знаете. И вы, конечно же, должны с ними общаться адекватно. То есть если адекватно в этой ситуации орать матом, то, извините, как бы это ни резало ваш слух, вашу тонкую душу, вы должны научиться орать матом. Разговаривайте на адекватном языке. Иначе вас просто не поймут, и за вами никто не пойдет, и вас не будут слушать. Я, кстати, ни в коем случае не предлагаю всегда орать матом. Я ни в коем случае вообще не предлагаю всегда орать на людей. Но если это свойственно вот этой коммуникативной культуре, и при этом для вас это тоже естественно, потому что есть одна ошибка. Иногда люди пытаются имитировать чуждую коммуникативную культуру. Это как, знаете, такой... Сидит такая... Вот я вырос в довольно таком неблагополучном месте. Это город Набережной Челны. Это 80-е годы. Рассвет такого бандитизма, преступности и так далее. И там, знаете, все подростки были как немножко такие рукоганы. То есть такая криминальная культура, дворовые банды и так далее. Представляете, сидит такая дворовая банда, значит, они там курят, там пьют пиво или что-то там покрепче. И они ругаются, матерятся, естественно, у них там свой жаргон. И тут приходит там ботан-отличник к ним в компанию, который тоже пытается на этом языке говорить. Ну, я думаю, что он получит щелбанов. Почему? Потому что ему это не свойственно. Поэтому все-таки, несмотря на то, что Константин, например, предположим, что вашим ребятам свойственно так общаться. Они ожидают такого общения, но есть второй момент. Второй момент заключается в том, что если вам это не свойственно, вам не надо пытаться имитировать это. Потому что все равно нифига не получится. Они прочитают фальшь, и это все равно не сработает. Поэтому действуйте там, как для вас естественно. Если для вас, естественно, периодически рявкать на подчиненных, тогда, когда они профокапили что-то, сделали ошибку, делайте это. Потому что если вы это раньше всегда делали, а потом вы прошли какие-то потрясающие тренинги по общению, потом вы просветлились, и вы поняли, что к людям надо нести мир, счастье, сострадание, что действительно является правдой, и это хорошее отношение к людям. Понимаете? Но ваши рабочие на заводе, они не были с вами на этом тренинге, курсе, они читали эту книжку. Подумайте, как это с их точки зрения будет выглядеть. Понимаете? Приходил такой Александр Александрович, завпроизводством, который, когда они там облажались в очередной раз, он их крыл матом, понимаете? Орал на них, заставлял переделать и так далее. И так продолжалось там несколько лет. И тут приходит такой просветленный Константин, и они там опять профокапили, и он такой, вы знаете, друзья, я думаю, что нам стоит повысить наши стандарты отношения к труду. Что вы об этом думаете? Он вступает в такой двухсторонний диалог и призывает, так пытается разбудить в их душе самое лучшее, что там есть. А там есть лучшее. Не путайте людей и язык, на котором они разговаривают, и коммуникативную культуру. Это две большие разницы. А ну что, они подумают, что он свихнулся. Когда руководитель свихнулся, это расстраивает людей. Я думаю, что ущерб, который этим будет нанесен, намного больше, чем потенциальный ущерб от того, чтобы перегнуть палку. Если вы со мной согласны, и вам иногда приходится рявкать на подчиненных, ставьте лайк этому видео. Если не согласны, напишите в комментах, что вы об этом думаете, я буду рад. Потому что я говорю вам о своем опыте и о своих знаниях как консультант, как основатель международной консалтинговой компании, автор книг. Но я буду рад, если вы разнообразите мой опыт своим. Субтитры сделал DimaTorzok